Латиницу запретили использовать в Нижнем Новгороде на вывесках. Для владельцев информационных конструкций вводятся единые требования к размещению и содержанию стендов. Одним из требований является выполнение надписей на русском языке. В областном центре вывески на иностранном языке встречаются буквально на каждом шагу. А что будет, если их русифицировать? Известная обувная фирма предлагает носить на ногах нижгородцам этилцеллюлозу и касторовое масло. Ведь именно так на русский переводится слово «эко». Я бы не зашла в магазин этилцеллюлоза. Почему? Сложное название. На площади Ленина Владимир Ильич рукой показывает на Маринс парк-отель. Если попробовать перевести, переводчик выдаст ошибку. В слове «Маринс» не хватает буквы «Е» перед «С». Но если исправить, то получится гостиница «Парк морских пехотинцев». Как пройти в «Парк морских пехотинцев»? Не знаю такой парк. Наверное, речные больше подходят. Не морские, а река моря ходит пароходы. А река моря пароходы сейчас не ходят. То есть какие пехотинцы должны быть? Марские, то есть речные. Это салон красоты «Редкин Лофт». Если перевести, получится «Чердак» или «Голубятня». Ты бы пошла в салон красоты «Чердак»? Конечно. Почему? Нет. А красивее звучит «Редкин Лофт»? Да. Кто может ходить в салон красоты под названием «Голубятня»? Девушки. А еще? Голуби. А еще? Люди нетрадиционной ориентации. Конечно, «Голубятни» и «Парка морских пехотинцев» в Нижнем Новгороде не будет. Вышеуказанные вывески станут исключением, поскольку попадают под категорию «Зарегистрированные» в установленном порядке фирменные наименования и товарные знаки, правом на использование которых обладает владелец рекламной конструкции. Владельцы же вывесок, которые не отвечают требованиям, обязаны привести их в соответствие с законом. Продолжение следует...